Франклин, Рузвельт, Франко. Нет, нет и нет. Сдаёшься? Ладно, сдаюсь. Кто там? Стыдно. Стыдно не знать. Это же Михаил Агрущевский. А, Агрущевский. Давно я просто в руках украинские деньги не держал. Тем более такие маленькие. Маленькие, да удаленькие. Здравствуйте. Я из инспекции таможенной службы. Чё вы припёрлись к нам? Вчера наши вашим уже всё отнесли. Ну? Я знаю. Поэтому наши бывшие уже арестованы. И вы будете арестованы, если будете продолжать брать взятки. Мы не берём. И не брали никогда? Да, вот украинские деньги считаем зарплата. А вот это мы и проверим. Вот это прослушивающее устройство. Если будет хотя бы один намёк на взятку, с вас не только погоны, с вас головы плетят. Ясно? Ясно! Абсолютно ясно! Не смей вас больше задерживать. До свидания. Офигеть! Устроили! Как работать? Даже взятку! Не брали? И брать не будем! Никогда! Да! Мы честные! Здорово, мужики! Мне, в общем, из страны свалить надо. Давайте быстро порешаем, да я поехал. Мы не понимаем, о чём вы говорите. Вы что, новенькие? Из страны свалить надо мне. А я не выездной. Плюс тут бабки, наркота, оружие. Волына любимая. В общем, вот вам, чирик. А я поехал. Мы взятки не берём. Никогда! Молодцы. Умейте торговаться. Ладно. Вот вам ещё двадцать. Я полетел. Ну? Нет! Ещё раз! Нет! Нифига себе, тарифы у вас выросли. Ладно. Вот, блин, всё, что есть. На. Вот. Держи. Подавись. Наркоту хоть оставь. Всё, могу ехать. Стоять! Вы задержаны за попытку провоза через границу Украины оружие, наркотиков и валюты. А также за попытку дать взятку таможенной службе. Да блин, да что за фигня, я не понимаю. Я в Украине вообще или где? Да в Украине так её перетар... Но это уже совсем не та Украина, которую мы знали и любили. Да... арестуй его. Сейчас, секундочку. Что? Сейчас вспомнил первый год службы. Молодой был, зелёный. Я ж тогда ещё не знал, что на таможне можно не только работать, но и зарабатывать. Теперь только работать. Добрый день. Здрасте. Здрасте. Ну что, слышал, вы задержали опасного преступника? Задержали. Молодцы. Продолжайте работать в том же духе. Вещественное доказательство я забираю. Да-да-да-да-да. А вы молодцы. Просто умнички. Всего доброго. А вот эту штуку вы не заберёте? А это вам сувенир. это муляж. Мы так всех работников проверяем. Кстати, вы прошли проверку. Молодцы, поздравляю. Вы что сейчас за муляжом провтыкали 400 штук? Или не муляж? Муляж. Или не муляж? или не муляж? А пойдём-ка работать на улицу. А работать я люблю. Особенно на улице. Может, муляж? не, не, не муляж. Может, муляж? Может, муляж? Может, муляж? на троих? Как же у нас здесь жарко. Мы хорошие. Напомни-ка мне, насколько ты хочешь взять кредит? Ах, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Тысячи на три? А может быть на шесть? Ах, ой, может быть на шесть. Ой, мой хороший. А напомни, тётя на ушко, сколько ты хочешь взять? Десять? Зайка, значит, десять. Подпиши, а я тебе покажу свои проценты. Сейчас. Я готова. Зато он не готов. Я мама этого извращенца. А вы, девушка, спрячете свои дебиты с кредитами. Мама! Что, мама? Я тебя послала оплатить коммуналку, а тебя развели как лоха. Иди домой. Да я сам хотел. А вы, милочка, позовите-ка своего главного. Да, сейчас. Угу. Здравствуйте. У вас какие-то проблемы? Да, есть. Одинокая я с мужем развелась. Я вам помогу. Просто подпишите вот здесь. Да, конечно. О, какая сексуальная подпись. На троих. Эх. Так, не знаю, что с вами, но состояние ухудшается. Эх. Я знаю, доктор. Это всё её борщ виноватый. Отравить меня хотела. Да это ты отравил лучшие годы моей жизни. Милочка, а вы понимаете, если не скажете, что было в борще, вы рискуете стать вдовой-заключённой. А если он не купит мне шубу, то я рискую стать женой неудачницы, которая ходит в платье и в пуховике зимой. Вика, ну сколько тебе можно говорить, но нету у меня денег на шубу. Нету. На шубу, значит, нет, а на дорогущий спиннинг есть. Вика, побойся Бога, я этим спиннингом нам пропитание добываю. Что? Да ты на своей рыбалке кроме этого алкоголизма, простатита и лишая ничего не заработал. Что? Да я в прошлом году вот такого карася потянул. Сорвался, гад. Девушка, ну вы же можете откладывать по чуть-чуть и купите себе шубу. Да что вы несёте? Откладывать? Да она только тратить может. У него функция откладывать в баске не заложена. А у тебя не заложена функция зарабатывать деньги. Илочка, ну поверьте, есть масса других способов получить деньги на шубу без убийства мужа. Да, только на него эти способы не действуют. Кроме футбола и рыбалки его ничего не возбуждает. Так последний раз спрашивай, купишь мне шубу или нет? Слава богу, это последний раз. Нет, Вика, не куплю тебе сумму. Тогда прощай. Подождите. Слева. Давайте так, давайте я помогу вам с шубой, а вы скажете мне, что было в борще. Сомневаюсь, что у вас это получится. Ну давайте попробуем. Можно минуточку? О, сыптаться посри, сыптуны. Думаете это подействует? Ну вы же сами сказали. Ну не знаю, но... Ой, по-моему клюет. Да конечно клюет, подсекай уже. Давай, давай, тяни, тяни, тяни. Ну, ну, Иван, сюда, сюда. И все, вот так отлично. Ох, вот это уловтик. Викусь, ну что ж ты молчала, не говорила мне, что ты у меня такая красавица, а? Ну, теперь вы верите, что он купит вам шубу. Да, да. Говорите, чем вы его накормили. Маминым борщом. В смысле, и что в нем такого, что ему так плохо? Вся ненависть теща к зятю. Ну вы не волнуйтесь, я сейчас его вылечу. Интересно, чем? Ну как это, чем? Любовью будущей счастливой обладательницы шубы. Оле, 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 оле. Ой, Викуся. А ты в курсе, что я за Ювентус болею? Ладно, я вас оставлю. Вот это я тебе сейчас устрою. Катынацю. Ха-ха-ха. Доктор, доктор. Что, что, что? Он холодный. Что, вы его залюбили? Да нет. Мне кажется, что мама кроме ненависти яд положила. Ладно, будем надеяться, что все тещи одинаковые. Противоядие у меня всегда с собой. Ха-ха. Э-э-э-э. А-а-а. Ого. Ха-ха. Спасибо вам, доктор. Вернули к жизни. И тебе, Вика, спасибо. Отличный финал Лиги Цемпионов получился. Ладно. Пойду я. А как же Суба? Суба. Будет тебе Суба. Сейчас пойду и поймаю тебя выдру. Хе-хе-хе. Ну, будет хотя бы шапка. На троих. Так, математика 72 часа в месяц. Язык 80. Химия 120. Ого. О, химия. Здравствуйте, Надежда Константиновна. Здравствуйте, присаживайся. Вот. Неплохо провели летние каникулы. Там, да. Да. Я надеюсь, это не наш физрук вас на турник наподсаживал? Что? Надежда Константиновна, вы что? Ну, ладно, ладно. Шучу я. Ну, очень жаль, конечно, но там придется искать вам замену. Ну, да. Мое почтение. Надежда Константиновна, здравствуйте. О, Ольга Николаевна, вижу, летние каникулы были жаркими. Поздравляю. Батюшки, кто это? По виду дядя Митя. Да какой же это дядя Митя? Это целый Дмитрий Петрович. Я теперь другой, Надежда Константиновна, не пью уже неделю. Завязал. Нет, стамески часом. Как вы могли обо мне такое подумать? Вы что, Надежда Константиновна, как вы могли подумать? Я, собственно, чего зашел? Я как пить бросил, так у меня времени свободного организовалась куча. А делать-то что-то надо? Я и подумал, может, вы мне дадите дополнительные уроки? Вот трезвый, вроде нормальный мужик. Правда? Так что, Надежда Константиновна, дадите уроки дополнительные? Ой, можешь ты удивить дядя Митя. О, тут как раз Ольга Николаевна в декрет собралась. Химию не возьмете? Химию? Возьму. Ну, я думаю, что вам она не под силу. Да ну что вы. Химия, это же моя стихия. Что там, валентность, анионы, катионы. Да я на областной олимпиаде по химии первое место взял. Да вы что? Да. И как же вы скатились до своего нынешнего состояния? Вот этого не помню. После школьного пускного память как отрезала. Пришел в себя, уже работаю трудовиком. А до этого сплошный провал. Ну, если Ольга Николаевна не против... Ой, что вы что, вы тем более с таким именем Дмитрий Менделеев? Ну, хорошо. Ольга Николаевна, покажите Дмитрию Петровичу лабораторию. Да. Благодарю за доверие. Ой, пройдемте. Разрешите помочь? Да, да, да. Прошу вас. Интересно, если не он, то, наверное, математик циркулем. Так, Ольга Николаевна, декрет. Химия, химия, вся пробирка синяя. Дядя Дмитрий, что происходит? Что происходит? Надежда, компас ты мой земной, вспомнил я, как дровяком стал. Эта химия виновата. Что? Там в лаборатории. Ц2H5H в неограниченных количествах пью. Спирт это, Наденька, спирт. Химия, химия. Борода вся синяя. Что-то такое настроение. Пойду и сделаю это бред. Господи. Химия творит чудеса. Вернулся в свое агрегатное состояние. Красавчик. Ой, это же игрушка моего Изи, которую я ему подарила на день рождения. Боже мой. Ой, хорошо, что она нашлась. Подарю на Новый год. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, вы мама Изи? Да, Изя мне сказал, что сегодня будут возвращать деньги, которые мы сдавали на шторы. Я взяла сумку побольше. Ну, во-первых, на шторы вы не сбрасывались. А зачем же вы тогда сказали, Изя, за деньги? Потому что это был единственный способ затащить вас в детский садик. Ну, а во-вторых, у меня накопилось много вопросов. Виктория Сергеевна, как это подло с вашей стороны. Последний раз я так нервничала, когда доллар скаканул по 26, а я купила по 26.10. Итак, ваш Изя на обеде собирает всю еду в судочке. Что вы хотите? Это его обед? Как раз нет. Он забирает еду у других детей. Вот видите, какой он заботливый мальчик. Мало ли, как у вас там готовят. Кстати, вкусно через раз. Хорошо. Что? Еще он сдает в аренду игрушки детям за деньги. Вы об этом знали? Нет. Я его накажу? Вот. Я его накажу? Додуматься сдавать в аренду игрушки, которые ему подарила мама, уму непостижимо. Как раз нет. Он сдает игрушки детского садика. А, общий? Да. Ну, тогда он заплатит меньше, чем я предполагала. Ну, и третий вопрос я задам в присутствии Изи. Изенька, иди, мой хороший, твоя мама пришла. Здравствуй, мамочка. Здравствуй, сыночка. Уже судочки собрал, мой хороший, мой хороший. Шо не так? Шо не так? А то, что вашему Изе 28 лет, а он до сих пор в садик ходит. А шо вы хотите? Если только подошла наша очередь. Я всю жизнь, Виктория Сергеевна, честно плачу налоги, в том числе и за детский садик, а? И вы думаете шо? Шо я эту колоссальную сумму в 56 тысяч 328 гривен 18 копеек буду завещать этому государству? Да никогда в жизни. Изечка, сколько ты сегодня заработал на аренде игрушек? Мамочка, сегодня 31 гривну 28 копеечку. И Леночка его новую не хотела сдавать, так еле вырвал. Нет. Это же надо. Виктория Сергеевна, ваш садик – это садик жнобов. Идем все. До свидания. Ужас. На троих. Саша, я рожаю! Сумка, есть. Так, это постельная, детская ботики, это пеленки, это тебе сменная постельная. Так, это эти памперсы, пусть они неладны. Так, это крем, крем для памперсов. Бутылка водки. Так, пинжак, пинжак, пинжак. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, пинжак. Так, деньги, документы, ключи от машины есть. Все, готов. А-а-а, молодец. Значит, сегодня на 4 секунды быстрее, чем вчера. Классно. Ох, еще немножко, и я в 30 секунд буду вкладываться. Да-да-да. Саш, а ты что, в больницу в трусах поедешь? Ух ты, ё-моё! Так, я не понимаю, а зачем у тебя там бутылочка водочки? А, так это я так, на всякий случай взял. Вдруг что-то надо будет в палате продензифицировать, а я так раз и все, есть. Да-да. Да. Яночка, доченька, я с вами. Мама, мы не рожаем, мы просто тренируемся. Да. А чё это ты, Бестанова? Ты перед кем в роддоме хвастаться собрался? Ой, ладно, мама, давайте не заглядывайте это. Ой, господи, да если бы я хотела посмотреть, я бы сходила за очками. Ржака не могу-ка. Я рожаю. Да все, Ян, хватит. Саша, я рожаю. Дочь. Ты реально рожаю? Саша, я реально рожаю. Мама, она рожает? Да. Ты реально рожаю? Да, я реально рожаю. Что-то я там. Господи, послал же бог зятя, а. Вот так как при зачатии, 30 секунд и он готов, дочь. Поехали, соберемся. На троих. На троих. Ну, давай, Скворцова, рассказывай всё с самого начала. Я поехала к Кондратью Кондратьевичу, его загородный дом. А ты в курсе, что ему 95 лет? А, 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 98. Да, я его со своего 18-летия помню. Он же этот, глава администрации, миллиардер. Такой дедуган две войны прошёл, меня неоднократно. Так, короче, ближе к делу. Ну, что ближе к делу? Я приехала к нему, он выпил таблетку. Виагру? Нет, от давления. А потом ещё от давления. Зачем? Не знаю, может склероз? А, да, а потом от склероза. А потом Виагру две штуки. Ну, чтоб наверняка. Слушай, Скворцова, а тебя не смутило, что пенсионер пьёт такое количество лекарств, а? Смутило, но смутило то, что в этот раз он пил намного меньше лекарств этих. Так, дальше что? Дальше, дальше были свечи. Так, слушай, вот эту романтику давай мы опустим. Нет, свечи от геморроя, у него и с этим проблемы. Так, понятно, потом Вы непосредственно перешли, так сказать, к делу, да? Да, потом была прелюдия, а потом ему вдруг стало плохо. Плохо? Скворцова, да ты человека убила. Залюбила его до смерти. Ты понимаешь, что на тебя убийство висит? В СИЗО сидеть будешь? Да какое убийство, мальчики? Просто человек впал в кому. Поэтому ты сейчас в обезьяннике, а не в СИЗО. Пока. Слушай, что ты вообще к этому пенсионеру попёрлась, а? А что, любви все возрасты покорны? Ну, как оказалось, не все. В общем, закончилась твоя блестящая карьера. Ой, я прошу прощения, но ответить-то надо. Ты как её обыскивал? Так, я... Телефон, быстро. Быстро телефон. Не-не-не, это в работе. Охренеть. Алё? Да. Да, могу. Ждите. Хорошо, а где? Поняла, да. Всё, целую. Всё, мальчики, я поехала на работу. Куда ты поехала, Скворцова? На тебе дело висит. Всё, закрывайте ваши дела. Это звонил Кондратий Кондратьевич. Ему стало лучше, он сейчас в стационаре лежит. На Туполе 18. Кстати, подвезите меня. Поехали на вашей машинке, так будет быстрее. Масочка, мы что, такси тебе, что ли? Хотя, слушай, поехали. Зачем? Поехали. Если вдруг дед кряхтит, мы её сразу же там, на месте, на горячем возьмём. Или на холодном. Давай быстрее. Вы тут сильно долго не задерживайтесь, я жду вас в машинке. Хех. Капец. Вот мне бы так в 98 лет отжигать, как этот дегукан, а? Екатеринка, да нам хотя бы в 48 так отжигать с этой работой. Ой, ну да. Не морой это, да? Ну и то уже, конечно, здорово будет. Ага. На троих. Капец. Субтитры создавал DimaTorzok